здравствуйте с вами компания дом в дорогу меня зовут константин а вот тут снимают меня на вторую камеру для зрителей тик ток я хочу обращать обратиться к вам так с вами константин я не руководитель компании дом в дорогу я для вас караванер поэтому для аудитории тик ток я буду представляться как просто караванер которому нравится караванинг ну а для youtube я меня зовут константин руководитель компании дом в дорогу но суть не в этом пошли дело в том что нет сначала мы туда потом пойдем значит дело в том что сегодня произошло событие которого очень долго ждал наконец-то выпал снег началась настоящая зима сегодня всю ночь температура была где-то минус 6 минус 7 градусов сейчас где-то такая же до хотелось бы чтобы поменьше но к сожалению только так и сейчас я покажу вам одну штуку наверное для кого-то будет то полезно я просто балуюсь таким образом но вот система умный дом она распространяется не только на дом на авто дом до на дом на колесах но умный дом это весь комплекс и вот видите вот это красная до красная говорит о том вот именно это красная говорит о том что за бортом на улице тем мороз температура отрицательная и нужно очень внимательно следить за прицепом и проверить все анти облиди обли анти облиделительные системы анти облиделительные анти облиделительный фу как сказать правильно анти анти облиделительный противооблиделитель противооблиделить противооблиделительные системы автодома пошли их проверять и вообще посмотрим что там происходит потому что первый раз американский прицеп встретился с русской зимой пошли проверять значит до сегодняшнего дня была только теория и сейчас посмотрим как она соединилась с практикой ну давайте сначала снаружи значит при температуре ниже 0 градусов система умный дом включает обогрев вот этого всего блока вот этой стойки значит для чего это нужно для чтобы не замерзла вода вот для того чтобы вот этот кран крутился давайте проверим крутится он или нет крутится причем отлично труба горячая а вот эта штука она все равно будет замерзшая значит потому что ну сюда не хватает и вот этого вот этого нагревательного элемента и она по идее должна быть замерзшая вся вода внутри должна быть тоже замерзшая мы сейчас не сможем если точно мы снять ее не можем но я сейчас расскажу как это сделать и вообще что сейчас нужно сделать чтобы в прицепе была вода и еще я хочу сказать мы не консервируем прицепы на зиму потому что зима это самое интересное время года для путешествий с прицепами некоторые там знаете вот подснежники их называют там знаете как снимают колеса ставят на колодки свои машины консервируют на зиму это не про нас мы любим путешествовать зимой поэтому он все время должен быть заправлен водой он все время быть должен быть готов к выезду но как заправить воду если тут все замерзла да я сейчас расскажу как это сделать и как его хранить в условиях отрицательных температур и как его поддерживать в постоянной готовности ну кстати про газ очень интересно на это потом смотрите в прицепе в прицепе вот именно в прицепе там понятно там замерзл коннектор а вот здесь вот 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 внутри вот все замерзла видите ничего нет но этот коннектор он находится в тепле и поэтому мы его запросто сейчас присоединим и отсоединим сейчас вот присоединили все нормально и отсоединили то есть мы этот коннектор здесь со стороны буллета отсоединить сможем значит но нам нужно вот этот шланг отнести в тепло чтобы вылить из него воду сейчас там лед вот эти вылить из него в леду любоду и залить в бак потому что в условиях тепла мы использовали сетевую воду давление воды но видите вот вся сетевая вода это сейчас превратилась в ледышку значит итак здесь нам нужно отсоединить но здесь замерзла как мы это сделаем значит для этого у нас есть дежурные грелки вообще этих грелок два вида первый вид это наш стандартный советский вид куда мы заливаем кипяток на есть второй вид внутри капсулы и и там в аптеках они продаются и и ломаешь и она нагревается до для 70 градусов ну а мы сделаем простым дедовским способом пошли в баке прицепа все равно осталась какая-то вода поэтому мы включаем бортовой насос вот он наливаем воду в чайно вот она уже налита вода включаем газ и ждем пока здесь будет чайники кипяток ну вот у нас запищал чайник кстати совсем забыл сказать вот температура сейчас ну почти 22 градуса да ну просто мы все время сюда одеты и заходим туда-сюда и нет смысла мы можем хоть до 32 довести здесь но поехали поехали размораживать размораживать коннектор напоминаю для чего нам нужен коннектор нам просто нужно освободить вы представьте мы где-нибудь остановились и все замерзло да нам нужно освободить шланг водяной чтобы его разморозить и чтобы мы могли в бак залить обычной воды потому что до этого мы пользовались городской водой давлением городской воды но сейчас мы не можем пользоваться давлением городской воды потому что шланг который подает нам эту самую городскую воду это самое давление в прицеп он заморожен если мы допустим этот шланг разморозим и опять пустим городскую воду то он опять заморозится потому что температура у нас минимальная то есть мороз поэтому мы должны сейчас пользоваться баком баком городской воды вот этим походным в прицепе большим баком то есть шланг должен все время находиться в тепле пойдемте разморозим кстати этой грелкой путешествие еще размораживают коннектор соединения 13-пинового разъема но об этом потом значит вот просто так делаем ой горячая какая и ждем ну минутки 3 так ну вот мы вроде бы отогрели грелкой во всяком случае на вид она отогрета и о 3 как легко вышло вышло все значит почему я использую именно грелку конечно можно было поставить теплопушку фен там все что угодно в этих условиях это сделать несложно но я специально вам говорю как все это делается в походных условиях там где у вас нет электричества 220 вольт встали вы где-нибудь там в том месте где и ну конечно такого не бывает чтобы чтобы была такая стойка но тем не менее в походных условиях грелка это спасение ну вот смотрите вот этот шланг у нас внутри лед нам нужно его разморозить для того чтобы мы смогли налить воды в бак прицепа потому что подключить теперь мы не можем в условиях мороза если мы подключим сетевую воду все равно замерзнет вот для этого в этом прицепе есть вот такая вторая дверь и вход в отдельный туалет кстати уникальная обалденная вещь когда вы едете где-то в дороге вам просто банально нужно сходить туалет чтобы через весь прицеп не идти обувь не снимать вы сюда вот именно в эту дверь зашли сходили в туалет и поехали дальше ну мы сейчас о воде вот вот здесь вот есть такая ванна почему удобно вот именно в такую ванну потому что из шланга будет выливаться все а у нас самая настоящая такая ванна как дома да и мы не пачкаем прицеп все положили его на полдня ну и об ошибках я честно признаюсь смонтирована вот это вот стойка у нас немножко неправильно не для зимы почему неправильно потому что вы видите здесь небольшой подъемчик вот в этом небольшом подъемчики скопилось вот эта серая и черная вода жидкость она замерзла и создала пробку и эта пробка не не пускает всю оставшуюся воду в септик и фактически благодаря вот этой пробки точнее из-за этой пробки у нас скопилась вода по всему гофрированному шлангу таким образом после того как сейчас наполнится баки мы не сможем пользоваться канализацией для того чтобы этого не было нужно исключить вот этот подъемчик то есть если вы будете такую стойку монтировать у себя и вот эти канализационные дырки их нужно опускать ниже уровня земли но сантиметров наверное на 10 так чтобы вот этого подъема не было но можно конечно второй способ потом в америке продаются но можно у нас сделать такие даже вплоть до того что рогаточки такие деревянные и искусственно сделать спуск на полтора процента но вы представляете то под прицепом лазить все время устанавливать эти трубы это черт знает что то есть нужно изначально не допускать вот этих вот подъемов это очень важная вещь которую ну скажем так на моим ошибки вы можете сделать так чтобы вам не пришлось переделывать если вы собрались ставить эту стойку особенно вот владельцев кем кладельцам кемпингов нужно стойку делать так чтобы канализационные дырки были внизу чтобы не было вот этих подъемов но с вами была компания дом в дорогу для зрителей тик ток с вами был караванер константин сайт дом в дорогу точка ру следующие у нас репортажи будут о зиме о путешествиях зимой заходите на наш сайт с нами интересно компания дом в дорогу приглашает в невероятно интересный караванин к владельцев автодомов и прицепов дач который начнется 3 января 2022 года целью нашего путешествия будет северное сияние над северным ледовитым океаном по пути мы посетим и увидим ледовый дворец снежной королевы таинственный инопланетный лес первый в мире атомоход ленин самый северный в мире тропический аквапарк место съемок фильма левиафан и многое другое по пути мы будем останавливаться в зимних кемпингах где нас ждут зимняя рыбалка зимняя охота и катание на собаках и снегоходах записаться в зимнее путешествие с автодомами и прицепами дачами и ознакомиться с полной программой караванинга можно на сайте дом в дорогу пройдя по ссылке под видео или позвонив по телефону 8 918 487 50 79 или написав ватсап на этот номер